Салюты и фейерверки Степанового фронта штурмом овладели Белгородом. В этот же день после напряженных боев был освобожден Орел. Это был первый артиллерийский салют в честь боевой доблести советских войск. Фейерверки содержат ряд веществ, которые действительно могут оставаясь в окружающей среде, как-то на нее влиять. Во-первых, это оксиды углерода и серы, это углекислый газ и сернистый газ. Про углекислый газ обычно все представляют, что это парниковый газ, влияющий на экологию и так далее. Сернистый газ, его влияние еще менее приятно, это газ, который вызывает в большой перспективе, например, кислотные дожди. Но надо понимать, что этих веществ выделяется на самом деле совсем немного при запускании, например, обычной петарды, обычного салюта, потому что порции веществ, которые используются в одном заряде, на самом деле не так велики. Если с историей создания все более-менее ясно, то как устроен внутренний механизм фейерверков и салютов, не совсем. На самом деле все проще, чем кажется. Как говорят опытные мастера, процедура изготовления салютов и фейерверков не сложная. При этом она требует жесткого контроля со стороны специалистов, которые заняты производством праздничных огней. Весь процесс изготовления салютов длится несколько дней. Гильза, в которой забит порох и солит для придания цвета, проходит через несколько десятков рук, прежде чем ляжет на полку с остальными товарами в ожидании покупателя. На заводе в первую очередь изготавливаются герметичные трубки. Затем уже в готовую направляющую гильзу засыпается глина. Она удерживает фейерверки от разрыва, когда происходит поджиг. Именно поэтому снаряд салюта лисит вверх, а не в сторону. Металлы, такие как литий, кальций и стронций, их соли все окрашивают пламя или салют в нашем случае в оттенке красного. У кальций он оранжево-красный, у лития розово-красный, у стронция тоже розово-красный, но немножечко другого оттенка. От лития его сложно отличить. Соли бария окрашивают пламя в яблочно-зеленый, так называемый, цвет. Визуально он выглядит как зеленый с чуть-чуть желтоватым оттенком. Соли калия в красивый сиреневый цвет. Иногда, когда смотришь салют, видишь характерный розово-сиреневый цвет. Это классический цвет пламени калия. Соли натрия окрашивают в ярко-желтый. Этот цвет тоже ни с чем не перепутаешь. Этот цвет похожий на цвет от желтых фонарей, которые стоят на улице. Он только более ярко-желтый. И он очень яркий. Это для него характерно. Есть ряд других металлов. Например, магний, титан. Они окрашивают пламя фактически в белый цвет. Это те металлы, которые просто фактически добавляют для яркости, для более яркой вспышки, что в бенгальские огни, например, их добавляют, что в салюты. Порох для фейерверков универсален, но не подходит для оружия. Дымный порох изобрели в Китае в 10 веке. Делали его из смеси угля, серы и селитры. Изначально его добавляли именно в фейерверки. И только через 200 лет начали применять в военных целях. Со временем дымный порох оружие заменили более эффективными бездымными видами. Например, перокселиновым порохом. Более 90% его состава предоставлено нитроцеллюлозой, в которую получают при взаимодействии волокон целлюлозы и водных растворов азотных и серных кислот. Однако дымный порох до сих пор используется в воспламенительных устройствах и гражданской промышленности. Фейерверки бывают разные. Я так понимаю, что на любом фейерверке, честно говоря, сам тысячу лет ничего не запускал, указан класс опасности. И в зависимости от класса опасности определяется расстояние или условие, при которых этот фейерверк можно запускать. Ну вот самый большой класс опасности, четвертый-пятый означает, что расстояние безопасное составляет более 30 метров. То есть такое можно запускать исключительно дистанционно. Есть более безопасные, менее масштабные салюты, их можно запускать на расстоянии, скажем, от 5 до 30 метров. И есть еще более безопасные обычные петарды, хлопушки, бенгальские огни. Это первый и второй класс опасности. Их можно запускать, ну вот обычные хлопушки, бенгальские огни даже формально можно запускать дома. Собственно, это многие делают в реальной жизни. Петарды можно запускать только на улице, но там безопасное расстояние минимальное, от полуметра до пяти метров. Конечно, говорить о безопасности про вещи, которые взрываются и нагреваются потенциально до 4000 градусов Цельсия, как-то противоречиво. Но из года в год мы не перестаем наблюдать цветные вспышки в небе. Какие могут быть последствия? Разрыв петарды может сопровождаться вращением, свистом, выбросом дыма или цветных искр. Нередко их использование заканчивается в больнице. Петарды могут взорваться в руках. Это приводит к серьезным механическим повреждениям и ожогам. При попадании в глаза необходимо их промыть проточной водой, закрыть чистым носовым платком и незамедлительно вызвать скорую помощь. И, конечно, неумелые обращения с бенгальским огнем способны воспламенить волосы.